Добрый день дорогие друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о пластике, о течениях мирового океана и также о мусорных островах, о которых меня очень часто спрашивали подписчики. Я о них слышал, кое-что нашел в ютюбе, но воочию не видел. Итак, как же началось мое знакомство с пластиком? Дело было в 1991 году, когда я первый раз пошел на практику, получается за границу еще Советский Союз существовал. И попали мы куда-то в Грецию или в Италию, и там я впервые увидел пластиковые бутылки. У нас какие-то энтузиасты были, которые их даже привозили домой. И потом я вот после этой практики познакомился с одной девушкой из медицинского института, и меня попросили принести 5 бутылок тоже пластиковых, пустых. Сейчас это мусор из мусора. В общем я его товарищей взял, принес в общагу, и там просто была драка за них. Ну и представляете, сколько прошло лет. С тех пор это 9 плюс 21, 30 лет. И сейчас просто уже не знаем, куда его девать и как от него избавиться. Итак, мировые течения. Вот тоже, кстати, в детстве я читал книжку Жюль Верна, роман под названием «Дети капитана Гранта». Издан он был в 1868 году, а ровно через 100 лет родился и я. Может быть, поэтому стал моряком тоже. Действия там развиваются вначале. Около берегов Шотландии паровая яхта. Матросы паровой яхты выловили рыбу-молот, разрезали ее и вытащили оттуда бутылку. Разбив ее, обнаружили там записку на немецком, французском и английском языках, где написано, что два года назад пароход под названием «Британия» потерпел крушение где-то в каком-то районе Мирового океана, Индийском, Атлантическом или Тихом, непонятно. Выжили только капитан Грант и двое матросов. И искать их нужно на 37 градусе южной широты. Патагония. А все, что на южном берегу пролива, называется огненной землей. Смотрите, господин Паганин, там разбиты пара. Где? Где-где? Нет. Если это даже судно, то не Британия. Капитан Грант точно указал широту кораблекрушения. 37 градусов 11 минут. Потом капитан этой яхты совместно с женой и двумя детьми капитана Гранта, там еще был Паганель такой, ученый безумный, организовали экспедицию. Вначале высадились в Патагонии, Южная Америка, Аргентина, потом Австралия, Новой Зеландия и так далее. Вопрос в чем? Почему эта бутылка, которую выбросили, например, у берегов Новой Зеландии, оказалась около Шотландии? И в этом нам поможет, вы спросите, зачем ты сделал такую обложку? А вот секрет заключается именно в этом. Поэтому мы и начнем рассказ именно с этого происшествия. Поэтому не переключайтесь, будет интересно, я думаю, узнаете много нового. Итак, приятного просмотра. Еще в 1992 году в Тихом океане был потерян контейнер, наполненный игрушками для ванны. Но некоторые сплотили из желтых уток все еще моются на берегу сегодня. Для этих резиновых уток мировые океаны были их эпической ванной после того, как они выпали за борт и отправились в открытое море ровно 29 лет назад. Теперь удивительная морская одиссея, 28 тысяч пластиковых игрушек, была нанесена на карту после того, как они вывалились из контейнера, который был смыт с палубы контейнеровоза нашей уже ставшей печально знаменитой компании Evergreen или Вечно Зеленый. Ученые отслеживали движение игрушек, для получения информации о больших океанских течениях, которые влияют на общий климат планеты. Все началось это посреди Тихого океана, где партия игрушек для ванны компании The First Years включала ярко-желтых резиновых уток и была смыта с греческого торгового судна контейнеровоза Evergreen Everlaurel или Вечно Зеленый Лавровый Лист во время шторма. С тех пор наши герои прошли 17 тысяч миль, плавая над местом, где затонул Титаник после столкновения с айсбергом около Гавайских островов и даже проведя годы в замороженных арктических льдах. В 2003 и 2007 годах они даже прибыли на берега Великобритании, а также Южной Африки и Австралии. Приданные последователи или клуб каких-то любителей этих резиновых уток назвали их дружественной флотилией. Игрушки, в которые также входила плавающая лягушка, стали коллекционными предметами. На одном этапе компания The First Years предлагали вознаграждение в размере 63 фунтов стерлингов за их возвращение. Но путешествие также раскрывает гораздо больше информации о состоянии дел. Это явление прекрасно иллюстрирует, как загрязнение морской среды может распространиться по всему миру и убить нашу морскую жизнь. Около четырех контейнеров в день смываются за борт и в конечном итоге выбрасывают свое содержимое в наши моря. Считается, что за бортом ежегодно теряется несколько тысяч контейнеров. И это результат плохой погоды, плохой укладки, неадекватного надзора и даже размеров самого судна. Стальные контейнеры быстро идут к морскому дну, многие из которых разрываются под давлением или от удара, когда они попадают на дно океана. Если материал в контейнере значительно плотнее морской воды, его дисперсия будет локализована и ограничена морским дном. Но изделия с плотностью, близкой к морской воде или ниже, включая многие распространенные пластмассы, рассеиваются на поверхность океана, где их часто переносят течение и они оказываются за тысячи миль на дальних пляжах. Пластик может выжать в океане до 1300 лет. Был также случай с картриджами Хьюлит-Паккард, который, как полагает, имел место в 1500 километрах к востоку от Нью-Йорка в 2014 году. Используя социальные сети для связи с пляжными прочесывателями, и таковые тоже имеются в наше время, исследователи обнаружили, что картриджи распространились на юг до Капа-Верде и на север до Полярного круга. Большинство потерь контейнеров остаются незарегистрированными и незадокументированными, потому что в настоящее время нет никаких обязательств по декларированию потерянных грузов, если только они не носят опасный характер и, вероятно, не представляют непосредственную угрозу для окружающей среды. Это означает, что доказательства груза из потерянных контейнеров обычно ограничиваются группами отличительных пластиковых предметов, замеченных в первую очередь обычными пляжными искателями. Например, в 1997 году более 60 контейнеров были потеряны судно Tokyo Express после того, как гигантская волна накренила судно на 60 градусов в сторону, когда оно огибало Lens End или оконечность Земли на юго-западе Англии. Один из контейнеров был заполнен почти пятью миллионами частями конструктора Лего на морскую тематику, которые с тех пор вылавливают вдоль береговой линии Карновелла. В зависимости от места разлива, груз, плавающий на поверхности моря, который по оценкам ООН составляет 15% всего морского мусора, предоставляет ученым возможность изучить циркуляцию океана. Большой Тихоокеанский мусорный патч или пятно – это коллекция морского мусора в северной части Тихого океана. Морской мусор – это мусор, который попадает в океаны, моря и другие большие водоемы. Большое Тихоокеанское мусорное пятно также известно как Тихоокеанский мусорный вихрь, охватывает воды от западного побережья Северной Америки до Японии. На самом деле, патч состоит из западного мусорного патча, расположенного недалеко от Японии, и восточного мусорного пятна, расположенного между американскими штатами Гавайи и Калифорния. Эти районы вращающихся обломков связаны с северо-тихоокеанской субтропической зоной конвергенции, расположенной в нескольких сотнях километров к северу от Гавайев. Эта зона конвергенции – область, где встречаются и взаимодействуют преобладающие ветры из разных областей. Это место, где теплая вода из южной части Тихого океана встречается с более прохладной водой из Арктики. Зона действует как шоссе, которое перемещает мусор из одного участка в другой. Весь большой тихоокеанский мусорный патч, или пятно, ограничен северо-тихоокеанским субтропическим поясом. Национальное управление океанических и атмосферных исследований определяет его как большую систему закрученных океанских течений. Северо-тихоокеанский субтропический пояс формируется четырьмя потоками, вращающимися по часовой стрелке вокруг площади 7,7 миллиона квадратных миль, калифорнийским течением, северным эквадориальным течением, течением Кюросио и северо-тихоокеанским течением. Область в центре Извилины, как правило, очень спокойная и стабильная. Круговые движения Извилины втягивают мусор в этот стабильный центр, где он попадает в ловушку. Например, пластиковая бутылка воды, выброшенная в побережье Калифорнии, поднимает калифорнийское течение на юг, в сторону Мексики. Там она может поймать северное экваториальное течение, которое пересекает обширный Тихий океан. В побережье Японии бутылка может двигаться на север по мощному течению Кюросиро. Наконец, бутылка движется на восток, по северо-тихоокеанскому течению. Количество мусора в большом тихоокеанском мусорном пятне накапливается, потому что большая его часть не биоразлагаема. Многие пластмассы, например, не изнашиваются, они просто распадаются на более мелкие и мельчайшие кусочки. Для многих людей идея мусорного участка вызывает воображение изображение острого мусора, плавающего по океану. На самом деле эти мусорные пятна полностью состоят из крошечных кусочков пластика, называемых микропластиком. Микропластик не всегда можно увидеть невооруженным глазом, даже спутниковые изображения не показывают гигантского мусорного пятна. Микропластик может просто сделать воду похожей на облачный суп. Этот суп смешивается с более крупными предметами, такими как рыболовные снасти и обувь. Морское дно под большим тихоокеанским мусорным пятном также может быть подводной кучей мусора. Океанографы и экологи недавно обнаружили, что около 70% морского мусора фактически погружается на дно океана. В то время как океанографы и климатологи предсказывали существование большого тихоокеанского мусорного пятна, именно капитан гоночной лодки по имени Чарльз Мур на самом деле обнаружил мусорное завихрение. Мур плыл с Гавайи в Калифорнию после участия в яхтенной гонке. Пересекая океан в этом месте, Мур и его команда заметили миллионы кусочков пластика, окружавших его яхту. Никто не знает, сколько мусора составляет большой тихоокеанский мусорный патч. Северо-тихоокеанский субтропический пояс слишком велик для того, чтобы ученые могли троллировать его. Кроме того, не весь мусор плавает на поверхности. Отдельные виды мусора могут опускаться на сантиметр или даже на несколько метров под поверхностью, что делает площади вихря практически невозможной для измерения. По оценкам 80% пластика в океане поступает из наземных источников, то бишь с рек. Вот я был в Нигерии там или на Филиппинах, там просто все загажено пластиком. Остальные 20% поступают из лодок, рыболовецкие снасти и все такое, сети и других морских источников, то бишь с пароходов. Но у нас сейчас строго-настрого запрещено, как я и делал в видео, просто за это можно сесть в тюрьму, поэтому у нас никто ничего не выбрасывает. Однако эти проценты варьируются в зависимости от региона. Исследование 2018 года показало, что синтетические рыболовные сети составляют почти половину массы большого тихоокеанского мусорного патча, в основном из-за динамики океанских течений и возросшей рыбной активности в Тихом океане. Видите, вот рыбаков за сети не садят в тюрьму. В то время как многие различные виды мусора попадают в океан. Пластик составляет большую часть морского мусора по двум причинам. Во-первых, долговечность пластика, низкая стоимость и податливость означают, что он используется во все большем количестве потребительских и промышленных продуктах. Во-вторых, пластиковые изделия не разлагаются, а разбиваются на более мелкие кусочки. В океане солнце разбивает эти пластмассы на более мелкие и крошечные части. Процесс известный как фоторазложение. Большая часть этого мусора поступает из пластиковых пакетов, колпачков для бутылок, пластиковых бутылок с водой и стаканчиков из пенополистирола. Морской мусор может быть очень вреден для морской жизни. Например, морские черепахи часто принимают пластиковые пакеты за желе, свою любимую еду. Альбатросы принимают гранулы из пластической смолы за яйца рыб и кормят ими своих птенцов, которые умирают от голода и разрыва органов. Особенно риску подвергаются тюлени и другие морские млекопитающие. Они могут запутаться в заброшенных пластиковых рыболовных сетях, которые выбрасываются в основном из-за плохой погоды и незаконного рыболовства. Тюлени и другие млекопитающие часто тонут в этих забытых сетях, явление известное как рыбалка на призраков. Большой тихоокеанский мусорный патч – это не единственное мусорное пятно в мире. Также они существуют в Атлантическом и Индийских океанах. И в настоящее время появились организации, которые начали постепенно собирать этот мусор и сдавать на берег. Это, конечно, требует огромных усилий, вливания денежных средств и, главное, энтузиазма. Но этим должны заниматься государства. В принципе, кто этот пластик создал изначально, вот надо его обратно вернуть на берег. Откуда все вышло, туда пусть и придет. Если понравилось видео, ставим лайки, делимся им в соцсетях и подписываемся на канал. Всем пока, до встречи в новых выпусках.